Я еду в бассейн. Я резала, что одеть. В последний раз я надела шорты и пошла в бассейн, но потом, когда я пошла домой, я шорты сняла, потому что у меня все равно все было мокрое. Я просто надела полотенце и пошла в машину, села и поехала домой. Поэтому я подумала, смысл мне одевать шорты, если я все равно, потом так поеду. Покупалась, иду домой. Так вот наш бассейн выглядит. Недавно открыли, буквально две недели назад. Лежаки все дела еще не привезли, но уже открыли, потому что люди жаловались. Вот, типа, скоро сезон заканчивается. Бассейн построили, ни разу не поплавали, и как бы пофигу нам на лежаки. Вот как он грязный, кстати, не знаю, никто не убирает. Очень странно такой, грязный, с фонтанчиками. Вот, иду домой, к машине. Туалеты, все дела есть. Сюда только с карточкой заходишь. Фонтанчики пить, туалеты. Фонтанчики пить, туалеты. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Вот, простите, но никто за 8 баксов не хочет такой диван, хороший. Я подняла нашу мусорную компанию, спросила, потому что я знаю, что можно в мусорный день, когда они приезжают, одну вещь выставить, которая не помещается в мусор, и там были, короче, написаны диаметры и вес. Но так как это диван на три сиденья, на трех людей, вроде-то диаметр не подходит, поэтому я позвонила узнать, если они вообще это берут, если надо назначить определенную дату встречи, чтобы они приехали. Она сказала, нет, можешь просто поставить и выставить диван, если это два чувака могут подняться, то норм. Мне сказали, ну диван на трех людей. Я сказала, да, надо, выставляй без проблем. Ну окей, мы выставили, мне сейчас интересно, заберут, не заберут, потому что написано на веб-сайте что-то совсем другое, туда по параметрам не входит вообще-то диван, поэтому написано, что надо назначать именно встречи, чтобы они знали, что они забирают, и приехали, ну видимо, сколько людей надо, они приезжают, забирают. Ну она сказала, я позвонила, она там работает, поэтому я надеюсь, что заберут, а то неохота, чтобы весь день этот диван стоял на улице, а потом после работы, чтобы мы с мужем его опять занесли в гараж. Так что мне очень интересно, заберут, не заберут. Ну в мусорной машинке всегда два мужика, и я думаю, они смогут. Если я с мужем, мы смогли, то два мужика тоже смогут. Тем более, что там не надо ничего, быть осторожно, чтобы не поцарапать, не сломать, просто надо поднять и запихнуть. Ну как бы, если я и муж, мы смогли, то два мужика тем более смогут, я думаю. Вот сказали, просто выставить, и заберут. Так что мы выставили, и я надеюсь, заберут. Пока сейчас, наверное, кто-то сейчас напишет, что почему вы диван просто халявно кому-то не отдали, ведь есть люди, которые в этом нуждаются. Знаете, диван стоит 80 баксов, это подаренный диван, поэтому если человек не готов символическую цену заплатить, то, ну извините меня, я здесь не, как это говорят, не церковь, не кто-то там, кто делает хорошие дела и халявно отдает вещи. Всяким разом, организациям звонить, сделать мне нечего. Как бы, эти организации забирают халяву на мой диван, и потом мой диван перепродают. Я лучше выпрошу, если честно, если люди такие, что никто не готов отдать 80 баксов за хороший диван, я его попрошу. Единственное, что может случиться, что кто-то сейчас увидит и приедет, его заберет, может быть, перед тем, как мусор приедет, но я не думаю, потому что все на работе. Не знаю, говорите, что хотите, я не собираюсь халяву людям отдавать, как бы, нет. Нет, здесь гораздо дороже продают диваны, которые хуже, чем наши, и почему-то люди эти диваны покупают, а наши, короче, диваны кто купить не хочет хорошие, поэтому, видимо, никому не надо, и мы просто выбрасываем вот так вот. А я уже оделась, накрасила, жду, пока у меня тушь высохнет, и, как всегда, и поеду мне ехать 47 минут. Я хочу сегодня поехать в магазин Берлингтон. Раньше, знаете, я немножко скучаю по, не по нашей старой квартире, а по местонахождению. Я очень любила район, в котором эта квартира находится, очень все центрально, очень все близко. В то же самое время в спокойном районе, озеро рядом. Я очень об этом скучаю, именно о районе. О квартире нет, а именно о районе я обожала. Я помню свои первые чувства, когда мы только в эту квартиру переехали. И я такая просто не понимала, мы попали в цивилизацию, что все так близко, все есть. Русский магазин рядом, Трейдер Джоус рядом, Холлфудс рядом. Там все рядом. Это просто было... Ну вот сейчас мы переехали немножко подальше от всего этого, поэтому ближайший Берлингтон... 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 45-47 минут. Да, так что... Есть один еще ближе, он где-то 20 минут на быстрой дороге, но дело в том, что он находится в этом городке, который называется Мескит, который я не люблю. Этот город для меня... Я в этот город не хочу ехать, он мне настолько не нравится, он настолько геттовский, он настолько грязный, отвратительный, такой... Что я лучше поеду в другой, там, где мы раньше жили, куда я раньше иногда ехала. Зато я буду ехать 45 минут, а не 20. Ну, зато там я себя чувствую уютно. Короче, я сейчас приехала, когда в магазин приехал, я уже еду домой. Возле магазина просто бомж лежал, спал на тротуаре бесяком. Я вам хочу сказать, что я нахожусь не где-то в даунтауне, это пригород Далласа, это плейно, это спальный район, а там просто бомж валяется, спит на тротуаре. Я вам хочу сейчас это заснять, показать. Еще я снимала стену, как я заправляю машину, но, к сожалению, у меня модус стоял фотка, а не снимать, понимаете? Ой, он уже проснулся, я вам не буду его показывать, он уже проснулся, мне стрёмно снимать. Ну, наркоман, короче. Здесь еще целая толпа, здесь еще двое людей просто тупо спят на коробках. Ужас! Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok